Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, давайте разберемся, как Европа закрывается от фашистской России. И понимаете, это даже не наказание для россиян, которым больше не дают визы. Это попытка просто избавить себя от вот этой вот орды русскомирной, которая сначала заползает в твою страну, а потом начинает из-за тупости, собственно, начинает качать, тупость не позволяет им учить язык страны, в которой они находятся. Они начинают качать права и требовать себе русскоязычных скол, они себе требуют, понимаете? Узкоязычной прессы и так далее, и так далее. А потом, когда им этого всего не дают, начинают визжать, Путин, приди! Приди и спаси, потому что я тупой, я не в состоянии выучить украинский, польский, немецкий, не знаю какой, иврит, все что угодно. Ну, тупой, не может он выучить. Поэтому приди и спаси меня, заставь их всех говорить по-узски. Ну, так вот, собственно говоря, поэтому Европа и закрывается от таких вот узкоязычных. А как именно это происходит, я вам сейчас расскажу. Итак, Бельгия. Просто сейчас пробежимся по списочку. Бельгия можно подать только на студенческую визу, визу для исследователей или же однократную рабочую. Это вместо там всего набора виз, которые раньше можно было подать. Болгария сегодня вообще остановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости. Не знаю, как будет. Будет ездить как-нибудь. Как-нибудь, да. Дания. Визы выдают только для официальных визитов. То есть, все остальные фактически визы не выдают. Латвия. Можно подать заявление только для похорон близкого. О, это вариант. В принципе, взять, умереть, потом пригласить родственников. Это, да, неплохо. Есть вариант, да. В Латвию можно попасть, действительно. Литва. Кроме членов семей граждан ЕС, лиц с документами о литовском происхождении или документом о праве на соединение гражданстве Литвы, остальным визы не положены. То есть, фактически, только для литовцев, проживающих, которых судьба занесла вот в болота туда, на Россию. Мальта. Визы дают только для членов семей граждан ЕС. В исключительных случаях можно попробовать подавать документы на студенческую или рабочую визу. Но все это будет решаться индивидуально и очень долго. Нидерланды. Могут выдать исключительно визу по гуманитарным причинам. Будьте здоровы. Словакия. Выдает визы только в крайней необходимости, а также в некоторых видах рабочих. Медики, вахтовики, сельскохозяйственные работники, работники на транспорте, дипломаты и люди с высокой квалификацией, чей приезд экономически необходим стране. Чехия. Визы даются только для членов семей граждан ЕС. Эстония. Визы даются только для членов семей граждан Эстонии, а также лиц с видом на жительство, а также для похорон близкого или срочного лечения. Ну, похорон, да, в принципе, вот можно, да, вот. Так, подлататься, да. Видите, как выгодно иногда. Финляндия. Идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента. Большинство граждан поддерживает полный запрет виз для россиян. Норвегия. Официального запрета нет, но срок рассмотрения документов увеличен до 45 дней. То есть, де-факто, визы не дадут. Сообщается, что в конце августа главе МИДов стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить полный запрет виз для россиян. На общеевропейском уровне. То есть, из-за вашего хамского поведения вас никто нигде не хочет видеть. Но не огорчайтесь, друзья мои. Вас ждут в Северной Корее. Вас ждут в Венесуэле. Там хорошо, там тепло, там Кимчанын и Мадура наставят вас на путь истинный. Слава Украине!